Их продукция используется везде – в хирургии и на обогатительной фабрике, в поликлинике и авиации. Единственное предприятие в Мирненском районе, которое производит сжатый воздух – кислородная станция ремонтно-строительного управления. О том, как сжимают воздух и для чего он нужен, расскажет Руслан Фаткулин. Струя азота вырывается из блока разделения. В этом устройстве воздух делится на составляющие. Сырьё для производства закачивают с улицы. Потом воздух осушают, охлаждают и подают в тот самый блок разделения. В нём-то и образуется конечная продукция предприятия – жидкий азот и кислород. Теперь это остаётся лишь упаковать. В прямом смысле слова. Этот звук говорит о том, что баллон наполняется. Давление внутри ёмкости доводит до 150 атмосфер. Это в 50 раз больше, чем в автомобильном колесе. На всё уходит около часа. После этого заполненные баллоны вручную откатывают на склад, откуда их забирают заказчики. Интересный момент. Женщины здесь работают наравне с мужчинами. Мы сейчас видели, вы буквально вручную перекатываете такие огромные тяжёлые баллоны. Не тяжело? Ну, это как бы на первый взгляд, когда уже один-два раза покатаешь, и когда уходит у человека у нас смену и по 50, и по 100 баллонов катаешь, это легко, в принципе, просто сноровка. А сколько один весит, если не секрет? Все баллоны по-разному, но где-то килограмм 70. Главные заказчики сжатого воздуха – промышленные предприятия. Кислород применяется при газосварке. Большая часть баллонов отправляется на предприятие Мирнинского ГОКа. Хотя и других желающих приобрести продукцию тоже немало. Кислород у нас применяется как в медицине, для дыхания, для больных, для авиаторов тоже берут кислород медицинский. Горноспасатели у нас также потребляют медицинский кислород. За 12-часовую смену рабочие заполняют около 70 баллонов. Процесс автоматизирован. Главное внимание – техники безопасности. Сегодня кислород нужен всем. Без воздуха не обойтись ни сварщикам, ни авиаторам, ни медикам. А значит, и работы у кислородной станции меньше не станет. Руслан Фаткулин, Артур Голиков, телеканал «Алмазный край».